Провести вечер не в сети, а в библиотеке или в музее предложили слабожанам учреждения культуры, которые подключились ко всероссийской акции «Ночь искусств». Программа мероприятий была насыщенной, а первым для своих посетителей открыл дверь в вечернее время Центр чтения детей-подростков. Ребята, среди прочего, познакомились с Театром Теней. Очень интересно, весело. Чем сейчас вы занимаетесь? Я вижу, что вам очень интересно, вы даже не хотите отходить от стола. Ну, разгадываем кроссворды. От фотозоны до настольных игр, живое общение во время проведения такой акции не заменит никакие гаджеты, уверены библиотекари. И посетители с ними согласны. Ребята у нас побывали в закулисье, сделали фотографии на память. Они посмотрели премьеру первого в нашем городе Теневого театра по сказке Лилиана Мур, «Крошка енот и тот, кто сидит в пруду». Посетили театральное кафе, посмотрели мультфильм, презентацию. Ну, и также поиграли. Категория детей самая разная. От дошкольного возраста, там, с трех лет. И ребята даже были пятый класс. У нас море эмоций, у ребят море впечатлений. Я думаю, что всем понравилось. Мы сделали так, чтобы детям было интересно, чтобы дети не просто смотрели какой-то концерт, а было какое-то действие. Именно оказались они в театре. Ведь не у каждого ребенка есть возможность съездить в театр. А мы сделали для детей такое волшебство, такое чудо. В Центре патриотического воспитания в это время шел спектакль за волшебным клубком, который тоже организовали сами библиотекари. Представлю вам наших героев, действующих лиц. Итак, встречайте. Это у нас Василиса прекрасная. Прекрасная? Точно. Царь, Емеля и Петрушка. Мы уже поставили несколько кукольных спектаклей, и тема сказок нам очень близка. Очень объединяет наш народ. Это фольклор и вот именно такие веселые приключения. Мы немного волнуемся, но, наверное, все пройдет прекрасно. Волнение хлещет через все края. Народу в зале очень много. Мы не ожидали, что у нас такого будет народу много, сколько зрителей. Наша цель главная – привлечь к книге, к чтению. И просто узнать, чем заняты у нас другие люди. Какие таланты у них есть. А сколько вообще Ваша библиотека близка к искусству? Ой, это у нас, можно сказать, уже вторая профессия. Надо отгадать, Емеля, что означают старинные пятские слова. Легота. Думай, думай. Что-то я не знаю. А зрители, мои дорогие, поможете. Легота. Легота. Правильно. А на втором этаже юные рукодельницы занимались творчеством. Они приняли участие в мастер-классе по бисероплетению. Делаю ангелочка. У меня сестра ходит в кружок, она любит рисовать. У нее очень хорошо получается, и я тоже хотела так подделать. Она меня учит этому, и я стараюсь. В отделе обслуживания Гриновской библиотеки среди прочих мероприятий состоялся чемпионат по чтению вслух страницы 19. В жюри сидели филологи, оборолись за звание лучшего чтеца, учащийся всех пяти школ города. После бессонной ночи он находился в состоянии ошеломления. Точнее его опоили чем-то сладким и усыпляющим. Конкурс состоял из нескольких этапов. Участникам пришлось продемонстрировать свои способности в выразительном чтении русской и зарубежной прозы и поэзии. Главное показать на все, на что ты способен, и просто наслаждаться этим. С ранних лет я начинала читать, и меня окружали книги. Ну, это было важной частью моей жизни. Из классики любимое произведение? Есенина Анна Снегина. Мы начали с игровой программы про Кузю. Дети у нас поиграли, на метле полетали, загадки поотгадывали. Всем очень понравилось. Затем у нас было три мастер-класса по изготовлению праздничной, нарядной, очень подарочной коробочки, по плетению косы французской и по изготовлению закладки для книги. Второй раз Кировская область принимает участие в чемпионате по чтению услуг среди старшеклассников. Мы присоединяемся. Мне был предложен список книг, которые можно использовать в этом чемпионате. Исходя из своих фондов, я выбрала 10 книг, я приготовила отрывки, положила все в конверты. Я сама не знаю, что где лежит. Также не предусмотрено время на подготовку. Дети открывают книгу и начинают читать выразительно по возможности. Слободской Крывеческий музей в этот вечер превратился в город мастеров. Посетители осваивали гончарство, лепку и даже народную кистевую роспись. С этим видом декоративно-прикладного творчества их знакомила главный хранитель музейных фондов Татьяна Далматова, которая сама недавно обучалась технике в Петровской ремесленной школе. В рамках семинара, который проходил в северном городе Тотьме, это Вологодская область, семинар был посвящен музейной работе, школа музейного развития. Была у нас очень интересная программа. В самой Тотьме для нас были подготовлены различные сюрпризы. Один из них это был посещение Петровской школы. В Петровской школе детей учат изготавливать деревянные игрушки, ложки и учат традициям народной росписи. Свободная кистевая роспись, потому что не нужно делать предварительно никаких набросков карандашом, а просто берется кисть и выполняется роспись. Конечно, для этого нужны специальные навыки и долгая тренировка. Но что-то мы на этой Петровской школе уже смогли изготовить. И я тоже выполнила несколько таких работ. Как музейный работник, вы человек к искусству близкий. К творчеству расскажите, что-нибудь еще своими руками делать умеете и беретесь часто за это? Да, особенно в более, когда было больше свободного времени, то я увлекалась, да, я умею вышивать, вязать. Мягкая и податливая глина не так легко превращается в стройное изделие. В этом убедились посетители музея Наталья Пестова и ее племянник Артем. Там сложно лепить. Там руки склеиваются, там тут лепить. Первый раз в жизни попробовал? Первый раз в жизни. Ломается глина, да? Глина ломается, все. Трещины разваливаются. На каждом жизни все разваливаются. Ну что-то у тебя в итоге получилось? Получилось. Что получилось, расскажи нам. У меня получилось блюдце и снеговик. Совершенно другая атмосфера, какие-то другие совершенно мероприятия. И просто интерес посмотреть. Разница есть между прошлым годом и летом? Какие впечатления расскажу? Ну да, есть то, что играли на баяне, другая сказка была. Новые мастер-классы. Мне нравится делать мастер-классы и всякие красивые вещи. Что-то о новых вещах говорят, узнают что-то новое, красивые картины. Сегодня первый раз побывала на Ночи искусства? Нет, я была и в том году, и в этом. Я научилась плести венки на удачу. Мне понравились картины. Скажи, что еще хочется посмотреть? Мастер-класс. Какой? Все. Ночи искусства. Искусство сближает, искусство дает какую-то силу, энергию. Максимально пытались насытить как-то эту программу, чтобы было и детям, и взрослым. Ну и вообще слабожанам интересно здесь отдохнуть и побывать у нас здесь. Не только развлечься, но еще и мы знакомим с историей наших экспонатов. Алые паруса у нас спектакли показывают. И мастер-классы у нас как бы всегда бывают. Но вот там сегодня рассказываются о других навыках. Кроме того, у нас еще будет впереди сегодня по старинным рецептам, которые найдены в старинных книгах, приготовление будет вот каких-то, ну как бы сказать, кулинарных таких вот моментов. Самое необыкновенное – это то, что около музея нашего мы открыли такую необыкновенную афишу. И сегодня мы все, завершая наш праздник, и гости, и те, кто сегодня принимает участие непосредственно музейные работники, выйдем на улицу и будем торжественно там открывать вот эту афишу нашу, которую, надеемся, она послужит, долго прослужит для нашего города. Концерты творческих коллективов города и района в этот вечер прошли практически во всех учреждениях, которые поучаствовали в акции. Так что тот, кто не хотел принимать активное участие в мероприятиях, но при этом был неравнодушен к искусству, мог оказаться в числе зрителей.